Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для председателей Советов МКД в Самаре проводятся бесплатные обучающие семинары. Профсоюзы хотят обязать работодателя индексировать зарплату. Как это будет работать, расскажем в новостях экономики. 23 июля в Токио откроются летние Олимпийские игры. Кто будет представлять Самарскую область? В подмосковном Жуковском в рамках проведения выставки достижений авиационно-космического комплекса России МАКС-2021 губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня инженерия будущего Дмитрий Азаров провел расширенное заседание комитетов НОЦ по аэрокосмосу, двигателестроению и искусственному интеллекту. Участие в этой выставке позволяет региону развивать производство, налаживать связи, в том числе международные, и выходить на новый уровень. Какие самарские предприятия были представлены на МАКСе и каких соглашений удалось добиться, расскажем в сюжете. Участие в международной выставке МАКС-2021, которая прошла в подмосковном Жуковском, приняли руководители госкорпораций, крупнейших предприятий региона и страны, ведущие ученые и инженеры. Губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня инженерия будущего Дмитрий Азаров провел расширенное заседание комитетов НОЦ по аэрокосмосу, двигателестроению и искусственному интеллекту. Научно-образовательный центр, объединивший шесть регионов России, включая Самарскую область, является одним из лидеров научной мысли в стране. Наш НОЦ эффективно, напряженно, как мне рассказывают, во всяком случае, коллеги, работает, двигаясь вперед по всем направлениям. Конечно, МАКС замечательная площадка для того, чтобы обсудить самые важные направления развития по аэрокосмическому кластеру. Все здесь и встретиться на территории Самарской области, которая является павильон. Сегодня есть возможность увидеть друг друга очно, а не только в режиме видеоконференц-связи, к чему мы, к сожалению, в последнее время привыкли. Проекты имеют поддержку заинтересованных в новых разработках индустриальных партнеров. Среди них и госкорпорация «Роскосмос». Удалось сформировать дорожную карту по формированию двух сложных аэрокосмических проектов – бизнес-центра частной космонавтики и Центра экспериментов в космосе. И уже продумывать детали пошаговой реализации. Одним из самых развернутых стендов на «Максе» оказался стенд самарского предприятия РКЦ «Прогресс», ракетоносители которого «Союз» используются для доставки космонавтов, а также астронавтов Европейского космического агентства и НАСА США на МКС, а также обеспечивают обороноспособность страны. «Макс», как любая другая крупная международная выставка позволяет заявить о себе не только на региональном или федеральном уровне, но и также выйти на международный. Что, собственно, и делает наше предприятие, поскольку является очень важным игроком на рынке, связанных с космосом, услуг. То есть на нашем стенде традиционно представлены наши основные продукты – это ракетоносители трех классов – легкого, среднего и среднетяжелого, а также космические аппараты дистанционного зондирования Земли, а также радиолокационного наблюдения и мониторинга. Наука должна иметь прикладной характер и готовить специалистов мирового уровня. В научно-практическую деятельность вовлекаются и школьники. Генеральный директор московской компании «Стратонавтика» Денис Ефремов рассказал о совместной программе «СНОЦ» по сборке мини-спутников. При этом дети сами смогли высчитать траекторию полетов аппаратов и обрабатывать полученные данные. Дмитрий Азаров отметил важность этих проектов и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с компаниями. Виктория Шарая, События. 688 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали за неделю в Самаре. Об этом говорили в мэрии и на оперативном штабе по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Обсудили на совещании новые ограничения. Наши корреспонденты знают подробности. Свыше 180 тысяч самарцев получили оба компонента вакцины. Но, как отмечают специалисты, наличие прививки не исключает соблюдение обязательного масочного режима в общественном транспорте. Ежедневно в Самаре проводятся рейды. На сегодня на нарушителей составлено свыше 400 протоколов. Также регулярно для безопасности пассажиров весь подвижной состав дезинфицируют специальным раствором. Могу сказать, что темпы по вакцинации мы значительно увеличим в транспортном предприятии. Касательно проверок масочного режима, могу сказать, что у нас наиболее полно и объективно в ситуации там работает метрополитен. Это работа, ежедневная работа по мониторингу или, как говорят, контролем за прививками. Но нет другого и не будет, на мой взгляд. У нас в сентябрь месяц пойдет прививочная кампания по гриппу. Мы опять будем к этому подходить и сохранить коллективы. В этом вопросе только в таком варианте работать, убеждать людей в этой части. В регионе ужесточили ограничения из-за ковида. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров. С 20 июля приостановлена деятельность танцевальных площадок и фан-зон. Эти меры приняли в дополнение к запрету работы ночных клубов, который не снимался. Также закрываются фудкорты в торговых центрах и запрещаются корпоративы. Посещать салоны красоты и парикмахерские можно только по предварительной записи. Это уже для нас не новинка. Мы уже так работали в первую волну коронавируса. Нужно сейчас верно, Владислав Иванович, довести эти изменения до всех объектов потребительского рынка через районные администрации. Во-первых, нужно уведомить всех, чтобы появился такой запрет, довести до всех эту информацию. Также заранее записываться на прием нужно будет в многофункциональный центр. Сделать это можно на официальном сайте МАУ МФЦ городского округа Самара, портале «Мои документы» Самарской области и многоканальному телефону 205-78-26. Виктория Шарая, мэри Елчан, Василий Колдашов. События. Вакцинация от коронавируса в регионе проходит активно. На предприятии, которое занимается вывозом твердых коммунальных отходов, привелись около 60% сотрудников. Подробнее в следующем сюжете. Сейчас болеете? Нет. С инфекционными больными контактировали? Нет. Ковидом болели? Нет. На этом предприятии вакцинацию в долгий ящик откладывать не стали. Для удобства сотрудников прибыл мобильный комплекс. Сегодня делают уже второй компонент вакцины. Прививаются все, от руководителей до рабочих. 60% сотрудников уже завершили вакцинацию. Конечно, мы как обслуживающие организации транспортные, постоянно контактируем с людьми. Мы первый этап уже прошли, сегодня второй. Для каждого человека это важно. Удобно то, что никуда не надо ходить. Пришел на работу, тебе сделали прививку. Я считаю, очень удобно. Все организовано и быстро. Задача к осени, когда традиционно всплеск заболеваемости и вирусными инфекциями – выработать коллективный иммунитет. Для этого нужно привить более 60% населения. В регионе действует постановление главного санитарного врача по Самарской области о вакцинации отдельных групп работников. Особенно это касается тех, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей. Виктория Шарая, События. Пользователи интернета стали чаще интересоваться вакцинацией от коронавируса. Аналитики Яндекса зафиксировали впечатляющий рост количества запросов в поисковике, сравнив июльские данные с апрельскими. И если весной пользователи задавали по большей части общие вопросы про вакцинацию, нужно ли делать прививку и кому обязательно, то за последние три месяца видно, что запросы говорят о решимости пользователей вакцинироваться. Вопросы стали более конкретными. Например, как записаться на вакцинацию, как загрузить QR-код о прививке на госуслуги, как подготовиться к вакцинации от коронавируса, где сделать тест на антитела после прививки и сколько должно быть антител, что нельзя делать после вакцинации и как вести дневник самонаблюдения. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шаре уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Профсоюзы хотят обязать работодателей индексировать зарплату. Как это будет работать? Пока это только предложение. Причем профсоюзы подумали не только о молодых работниках, но и о работающих пенсионерах, а также о тех, кто получает пособие по безработице. Буквально через минуту расскажу подробнее. Сейчас о курсах валют. Курс доллара на 22 июля 74 рубля 49 копеек. Евро 87 рублей 59 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 70 долларов 42 цента за баррель. Российские профсоюзы предложили обязать работодателей индексировать зарплату каждый год, поскольку цены на товары и услуги растут. Об этом говорится в заключении о проекте единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. В документе предлагается предусмотреть увеличение соотношения величины прожиточного минимума, среднедушевого дохода, мрот и заработной платы каждый год. Помимо этого, профсоюзы намереваются обязать работодателей, вне зависимости от форм организации, каждый год индексировать зарплату для всех категорий сотрудников. Также в план предлагается включить ежегодную индексацию пенсий для работающих пенсионеров, как и для неработающих не ниже уровня инфляции за предыдущий год. В комиссии выразили беспокойство по поводу того, что страховая пенсия снизилась до 30% утраченного заработка, а покупательская способность падает из-за роста цен. На рынке грузоперевозок зафиксирован дефицит вагонов. Причина тому – резкий рост спроса со стороны угольщиков. При этом еще в июле на рост ставки и сокращение предложения уже поступали жалобы от солидобывающих компаний. Во время низких ставок участники рынка решили отправить некоторую часть парка в отстой. С некоторых вагонов было решено снять комплектующие. Теперь, чтобы их вернуть, необходим дорогой ремонт. В итоге из-за роста спроса операторы могут вывести из отстоя 20-25 тысяч вагонов. Спрос на полувагоны растет в связи со скачком цен на основной экспортный груз – уголь. Сегодня производители стремятся вывести максимальный объем угля, а ряд операторов и вовсе останавливает плановые ремонты и переводит парк в отстой, поскольку сегодняшний уровень тарифов оказывается нерентабельным. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий изменить срок уплаты налогов на имущество. Его предлагается сдвинуть с 1 декабря на 1 сентября. Авторы инициативы считают, что действующие правила приводят к неравномерной наполняемости бюджетов регионов, включая их дорожные фонды, а также к отсутствию в течение года необходимого объема средств для исполнения возложенных полномочий и принятых расходных обязательств. За 2020 год в рамках взимания транспортного налога с россиян был собран 151 миллиард рублей. Земельного налога – почти 44 миллиарда рублей. Налога на имущество физических лиц – около 79 миллиардов рублей. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Профессиональное мастерство и слаженность подразделений. В нескольких регионах России продолжаются учения Росгвардии заслон-2021 – самые масштабные за всю историю ведомства. Они проходят в два этапа. Первый – передислокация комбинированным способом и создание группировок войск. А второй – непосредственная отработка практических действий в условиях смоделированной оперативной обстановки. В Самарской области во время учений бойцы ОМОНа отразили условное нападение вооруженных преступников на КПП. Как справились с задачей, расскажем в сюжете. Товарищ генерал-майор, личный состав, специальное подразделение полиции, для проведения так и специальных занятий построен. Докладно заместите начальника управления полковицы Голды. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ генерал-майор! Больно! Больно! Налей! Вон! Прямо, шагом! Мать! Всегда на страже. Их девес не меняется уже более двухсот лет. Как не меняется и задача – хранить закон и порядок, защищать страну от внутренних врагов, преступников и террористов. В Самарской области бойцы Росгвардии принимают участие в масштабных учениях «Заслон-2021». Сотрудники ОМОН на транспорте нейтрализовали условного противника, который на автомобиле пытался прорваться через КПП. Офицеры СОБР «Омега» обезвредили вооруженных бандитов, находящихся в здании. Под прикрытием бронетехники сотрудники Росгвардии взяли штурмом помещения, в которых укрылся противник. При этом часть условных преступников была нейтрализована, один из злоумышленников задержан. За ходом занятий специальных подразделений Росгвардии наблюдали руководители правоохранительных органов и силовых структур Самарского региона. Результат учения оценили положительно. При проведении учений нами были смоделированы всевозможные ситуации, связанные с осложнением оперативной обстановки, которые требовали бы вмешательства не только наших специальных подразделений, а силы средств взаимодействующих структур. Считаю, что цели и задачи показного занятия достигнуты и все задачи выполнены точно и в срок. Оперативно-стратегические учения Росгвардии «Заслон» продлятся до 30 июля и станут подготовкой к масштабным сентябрьским тренировкам «Запад-2021». Светлана Кудрявцева, События. Обновить дорожную разметку, знаки и светофоры вблизи городских школ – одна из основных задач во время подготовки муниципальных учреждений к будущему учебному году. Об этом говорили на заседании специальной комиссии по безопасности дорожного движения в администрации города. В Самаре 161 образовательное учреждение расположено вблизи проезжей части, и каждый год их подготовке уделяют особое внимание, чтобы не допустить детского травматизма. Кроме того, к началу учебного года проверят готовность школьных автобусов. Также прозвучали предложения о работе, которую будут проводить в школах, чтобы снизить количество ДТП по вине несовершеннолетних. С начала учебного года возглавить размещение в чатах образовательных учреждений информации по профилактике детского травматизма. С начала учебного года собучающимся по окончании образовательного процесса ежедневно силами педагогов проводить на ливке безопасности. В период с 1 по 10 сентября обеспечить ежедневное движение представителей родительского патруля вблизи пешеходных переходов в образовательные учреждения. Еще один вопрос, касающийся безопасности на дороге, камеры видеонаблюдения в водительских кабинах общественного транспорта. На сегодняшний день в третье всех трамваев и автобусов имеются эти устройства, а по плану до конца года видеонаблюдением должны оснастить половину. Повышение знаний в области ЖКХ – залог успешного управления домом. В советском районе Самары провели специальный семинар тренинг из серии обучающих занятий для председателей многоквартирных домов. В этом районе города порядка 1160 зданий этой категории жилищным хозяйством, в которых заправляет 891 председатель. О чем рассказывают на тренингах и какую пользу приносит эта информация, расскажем в сюжете. Вот уже четвертый год Татьяна Бочкарева ответственна за хозяйство многоквартирного дома по улице Аэродром на 70. К ней, как председателю, жильцы обращаются по многим вопросам. Кто-то интересуется благоустройством дворовой территории, кто-то узнает про предстоящие ремонтные работы, а кого-то волнуется на образование коммунальных услуг. Но на сегодняшний день главная обсуждаемая тема у жильцов Аэродромной 70 – это ремонт инженерных коммуникаций в доме. Порой для решения текущих проблем Татьяне не хватает знания законов, поэтому она записалась на специальный семинар-тренинг для председателей МКД. Жилищная законодательность у нас меняется катастрофически быстро, но не успеваешь все, в общем-то, как я говорю, погуглить по сути своей. Да, эти мероприятия важны и нужны действительно для старших по дому, даже для ЖКС, потому что у них там все значительно сложнее, чем, скажем так, в управляющих компаниях. Потому что если человек под ком, ему проще общаться, проще принимать решения. Специальное обучение председателям многоквартирных домов проводится с 15 апреля. Тренинги-семинары не только позволяют повысить грамотность в вопросах ЖКХ, но и служат площадкой, где жители города напрямую задают вопросы представителям управляющих компаний, фонда капитального ремонта или, например, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Здесь в настоящий момент, вот сейчас у нас приглашены все эти представители, этих организаций, для того, чтобы воочию, глаза в глаза ответить людям на все вопросы, которые у них накопились. Вот, поэтому отзывы положительные, много вопросов, работаем в настоящий момент по данным направлениям. Подобные семинары-тренинги проводятся не реже одного раза в неделю в формате групповых занятий. Каждое совещание у нас полный зал, то есть людей эти вопросы интересуют, там очень интересные материалы раздаточные, то есть у них там и рабочие тетради есть, и образцы документов, которые им необходимо заполнять. Все это подробно рассказывается. Здесь можно сразу же после семинара получить консультацию специалистов соответствующих структур, то есть тут и фонд капитального ремонта, и рекоператор, и государственная жилищная инспекция. Обучающие семинары проводятся по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Еще в начале года он выступил за создание специального центра поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН и ЖСК. И уже в марте центр полноценно заработал. Именно он отвечает за проведение тренингов во всех районах города, которые продолжатся и в будущем. Анатолий Головко, Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. Сегодня православные верующие отмечают праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери. В этот день, в 1579 году чудодейственная икона явила себя людям в Казани. После сильного пожара, в котором сгорел практически весь город, маленькая девочка Матрона увидела во сне Пресвятую Богородицу. Она указала девочке на место, на пепелище, где осталась чудотворная икона. На этом месте был возведен женский монастырь Казанской иконы Богоматери, а сам образ стал всенародной святыней, знамением небесного покрова Божьей Матери, явленного всей Русской Церкви. Казанская икона есть в большинстве православных храмов. Ее образ ставят возле детской кроватки, ею благословляют новобрачных и солдат, уходящих на службу, поскольку много раз Матушка Казанская, как ее называют в народе, указывала путь к победе русским воинам в исполнениях священного долга перед Богом и Родиной. 23 июля в Токио состоится церемония открытия летних Олимпийских игр. Это долгожданная историческая Олимпиада. Впервые игры пройдут в нечетный год. Их в связи с чрезвычайными обстоятельствами перенесли, а не отменили. Кто будет представлять на Олимпиаде Самарскую область, в каких видах спорта и когда смотреть их выступления, Олимпийский обзор подготовил Андрей Горгуленко. По решению спортивного арбитражного суда российские спортсмены вновь на Олимпиаде будут выступать без государственной символики. Вместо флага – эмблема Олимпийского комитета России. Вместо гимна – первый концерт Чайковского для фортепиано. По разным оценкам экспертов, россиянам прогнозируют около 70 медалей разного достоинства и борьбу за попадание в тройку лучших команд неофициального медального зачета. Есть надежда, что свой вклад в копилку сборной внесут и самарские спортсмены. 63-й регион в Японии будут представлять 13 атлетов и один тренер. Я надеюсь, что все наши спортсмены, все 13 человек будут достойны представлять наш регион, Российскую Федерацию, учитывая, что предстоящий сезон – это были сильнейшие спортсмены Европы, мира и Российской Федерации в своих видах. Самое большое представительство у самарцев фехтование – сразу четыре атлета – Виолетта Храпина, Павел Сухов, Кирилл и Антон Бородачевы, Виолетта и Павел будут выступать в соревнованиях на шпаге и первыми начнут сражения за медали – 24 и 25 июля в личном разряде. 27 и 30 июля, соответственно, в командном. Братья Бородачевы будут фехтовать на рапирах. Их личный турнир пройдет 26 июля, а 1 августа мужчины вместе будут защищать честь российской команды. А самым первым у самарцев свои квалификационные выступления в Токио начнет Александр Визовкин. Отборочные старты в академической гребле пройдут уже в день церемонии открытия игр. Но медали гребцы будут разыгрывать лишь с 27 июля. Финал у мужчин в одиночном разряде, где выступает Александр, запланирован на 30 число. Мы предприняли все возможные шаги для того, чтобы эту подготовку улучшить. Мы приобрели новую экипировку. Мы купили новые высокого мирового уровня спортивные оборудования, такие как лодка, например, одиночка для Александра Визовкина. Свои притязания на олимпийскую медаль показал Александр Лифанов на недавнем чемпионате мира по современному пятиборью в Каире. Из Египта самарец вернулся сразу с двумя медалями. Вместе с Максимом Кузнецовым он стал чемпионом в эстафете, а в личном разряде завоевал серебро, уступив лишь венгру Адаму Мароши. Первые квалификационные соревнования по современному пятиборью у мужчин в Токио пройдут 5 августа, а седьмого состоится финальный раунд. Мы очень надеемся на Сашу Лифанову в современном пятиборье, потому что это сильнейший, это лидер сборной команды на сегодняшний момент и один из сильнейших спортсменов в мире, поэтому мы тоже за него переживаем. Самую уникальную олимпийскую медаль может завоевать Анна Чернышева. Города, которые принимают игры, могут включать несколько видов спорта по своему желанию. В Токио дебютирует японский вид боевого искусства карате. А вот на следующей олимпиаде в Париже этой дисциплины уже не будет. Анна стала единственной, кто будет представлять Россию в этом виде спорта. Шансы на медаль высокие. Недавно она стала чемпионом Европы. Основные бои Анны в категории до 55 килограммов состоятся 5 августа. Мы очень надеемся на то, что Анна Чернышева, совсем молодая спортсменка в карате, в новом виде, сильнейшая спортсменка, завоевавшая первую лицензию в этом виде, тоже будет достойно бороться за медали. Впервые в программу олимпиады включили дисциплину BMX фристайл. У самарской спортсменки Екатерины Кругловой есть шанс вписать свое имя в историю. Чемпион России начнет выступление в Токио 31 июля. Анастасия Лагина и Ольга Фомина постараются помочь гандбольной сборной России повторить успех предыдущих Олимпийских игр в Рио. Тогда женская команда выиграла золотую медаль. Руководить ими будет наставник Тольятинской Лады Алексей Алексеев. Еще четыре игрока клуба входят в расширенный состав и могут быть вызваны на Олимпиаду до старта или в ходе соревнований. На групповом этапе России предстоят матчи против Испании, Венгрии, Швеции, Бразилии и Франции. Первый матч 25 июля. Чтобы выйти в следующий раунд, необходимо попасть в четверку лучших команд группы. Мы знаем, каким феерическим было выступление гандболисток на прошлой Олимпиаде. Очень надеемся на то, что наши девочки нас не подведут и в этот раз. Чемпионка Европы подзюдо Дарья Межецкая будет представлять российских олимпийцев в категории до 57 килограммов. На татаме член Самарского клуба ЦСКА выйдет в понедельник 26 июля. А затем 31 числа Дарья поможет российской сборной в командных соревнованиях. Всего один день, чтобы себя проявить, будет у Андрея Юдина. Соревнования по прыжкам на батуте пройдут 31 июля. Самое сложное предолимпийское время выдалось у пловца Александра Кудашева. 14 июля он был временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Но уже через несколько дней его оправдали, и он сможет принять участие в олимпийских заплывах. Страну он будет представлять в плавании на 200 метров стилем батерфляй. На недавнем чемпионате Европы он показал в финале седьмой результат. Четвертьфинальные заплывы пройдут 26 июля, а финал 28. Желаем удачи нашей сборной и самарским спортсменам на Олимпиаде в Токио. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте «Самара ГИС» в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова